Приветствую, друзья! Итак, друзья, давайте продолжим. Собственно, начнём мы, наверное, с больших книг, большого формата. Вот такая книга. Домики для кукол своими руками. Очень хорошая книжка, очень качественные иллюстрации. В основном, ну, практически все цветные. И здесь есть и чертежи, и какие-то мастер-классы. Ну, практически вся книга состоит из мастер-классов. Очень интересные примеры. Вот, дела себе на будущее. Хочу всё-таки сделать свой собственный домик, если к этому придёт. Далее у нас идёт книга вот такая. Вот чудеса из полимерной глины. Я немножко забросила это творчество, но хочу снова возродить. И здесь есть примеры, в основном цветочные. Чего я хочу попробовать эту технику с цветами. Вот, и как-то воодушевиться этой книгой, потому что тоже она очень красочная. Здесь есть, ну, очень много картинок и мастер-классов. Я думаю, что уже более подробно, если вам интересно, я сделаю обзоры по каждой книге. Вот, тоже книжкой очень довольна. Пока на первых порах. Я думаю, что она мне пригодится и будет интереснее. Так, дальше вот такая вот книга. Техники рисования. Взяла её тоже. Я, скажем, я уже давно как-то не рисую, но здесь все картинки чёрно-белые, но всё достаточно понятно на этих картинках, поэтому смысла нет и делать цветными. Это же рисование. Это же не живёт. Вот. Поэтому вот только на обложке здесь степи, а везде в остальном там чёрно-белое. Вот. Тоже очень хорошая книжка, очень хорошие техники. Буду возрождать в себе желание к рисованию. Вот. Надеюсь, что мне это будет как-то в пользу. Потому что очень давно я вот так вот, чтобы сесть и рисовать, очень давно я так не рисовала. И немножко скучаю по этому. То есть я рисую периодически, но не так, чтобы вот сесть и рисовать картину. Так что взяла такую книгу, чтобы вспомнить былое. Вот. Так, давайте дальше. Дальше вот такая книга. Так, я подумала, может, чуть-чуть вернусь, поскольку на фоне ёлки очень плохо видно книги. Вот. Вот такая книга. Моделирование фигуры человека. Вот. Тоже, как бы, цветных картинок здесь нету. Все картинки чёрно-белые. Но они настолько информативные, что их цвет вообще не имеет значения. То есть очень хорошая книжка. Очень информативная. По ней всё понятно. Практически все картинки, они идут как мастер-классы. Подойдёт вообще для любого, кто лепит из глины, из пластилина, из чего угодно. Так, дальше, если про лепку давайте закончим. Они такие тяжёлые. Так, вот такая книга. Большая и толстая. Уроки лепки из пластилина. Ну, тут имеется в виду скульптурный пластилин. Вот. Ну, я думаю, что, по сути, можно лепить вообще из чего хотите. Из полимерной глины, из массы для лепки кукол, например, там, самосердевайку, я имею в виду. Ну, в принципе, из чего хотите. Просто используя те техники, которые здесь приводятся. И книга, я вам скажу, она в экране у меня не влезает. Ой. Я вам скажу, что она огромная. Здесь в основном есть цветные фотографии. Есть и чёрно-белые, где идёт схема тела человека, скелета и мышц. Вот. Какие-то вот это, ну, что видно. Но, опять же, повторюсь, если интересно, я сделаю отдельный обзор на каждую книгу. И мы с вами посмотрим, чем же они хороши. Вот. Книга очень хорошая. Мне понравилась. Очень она такая вместительная. И, в принципе, по цене точно не скажу, но стоила она недорого за такой объём. То есть, она огромная, она формата А4, и она довольно толстая. То есть, если я вам корешок покажу, вот такая она толстенная. В общем, книга у меня очень нравится. Я очень довольна, что она, наконец-то, у меня. Ой. И давайте. Следующая большая книга. Это вот такая вот идеальная хозяйка. Она тоже чуть поменьше формата по вертикали. И тоже довольно толстая. И тоже стоила, по-моему, не очень дорого. Так, как-то от меня отсвечивает, а в книге от белой. И я, получается, в тени. Вот. В общем-то, книга тоже супер. Она, скорее, даже... Я её брала, но у неё не было иллюстрации, к сожалению. Были только отзывы. И я её брала по отзывам, то, что эта книга для тех, кто хочет... Кто интересуется организацией и хранением вещей. Хранением. Вот. И им интересны какие-то способы складывания вещей, чтобы их более компактно уложить. Вот. И я, как бы, выбрала эту книгу, но оказалось, что она не только об этом. То есть тут вообще много всего. Здесь есть и рецепты, и какие-то советы, как стирать какие-то разные вещи. Там, шерсть, шёлк и так далее. Как сэкономить на путешествиях, например. Там, не знаю, как выбрать детскую одежду. То есть это такая настольная книга для мамы, скажем так, для хозяйки в доме. Ну, мне пригодится. В будущем и потом здесь очень много интересных каких-то идей, которые можно позаимствовать уже прямо сегодня. Прямо сейчас. Так, дальше вот такую книжечку. Я, наконец-то, её нашла. Долго искала. Смотрю эту девочку на ютубе. Уже достаточно давно. Не знала, что она написала книгу. Буквально несколько месяцев назад узнала, что у неё есть книга твоя. Я охотилась все эти месяцы за этой книгой. И, наконец-то, она появилась на сайте. Вот. Пока ничего не могу сказать. Не знаю, о чём. Но, скорее всего, про правильное питание, спорт и всё в таком духе. Почитаю. Если интересно, расскажу. Дальше у нас из книг. Наконец-то у меня появилась Марина Цветаева. Нет, нет. У меня вчера где-то продуло. Не знаю. Или даже позавчера. Вот. Марина Цветаева наконец-то у меня появилась. Я давно хотела её книжечку. И теперь у меня есть её избранные творения. Ну, что могу сказать. Это Марина Цветаева. Её надо любить. Чтобы так хотеть книгу её. Дальше идут у нас садовые контейнеры. Но, честно говоря, книжечка оказалась такого тетрадного типа. И я очень разочаровалась в этом плане. Потому что я ожидала, что она будет, ну, хотя бы как Марина Цветаева. Вот. То есть, ну, даже ладно, пусть не Марина Цветаева, но хотя бы потолще. Ну, вдвое, может быть, потолще. За ту цену, которую я за неё заплатила. Она как бы очень тоненькая. Ну, очень тоненькая. Вот. И как бы особо... Особого какого-то содержания в этой книге я не наблюдаю. Это даже не книга, это, скорее, журнал или брошюра. Вот. То есть, здесь в основном какие-то, ну, примеры, картинки. Примеры, скорее, да. Не мастер-классы, а примеры, как можно оформить свой садовый участок, свою кружайку с какой-то контейнерными растениями. И всё. То есть, особо каких-то советов здесь я не вижу. Просто приведены фотографии и описано, вот, какие материалы использованы и, в принципе, какую роль они здесь играют. Вот. Ну, книжкой я разочарована. Поедем дальше. Взяла своего любимого Стилена Кинга. Это, я думаю, всем известная книга, не знаю, от какого года, «Под куполом». Я пару лет назад начинала её читать. Но тогда книжку брала, как бы, в долг почитать. И когда я уходила с работы, книжку нужно было вернуть. Поэтому я её так и не дочитала. И вот я взяла себе свою собственную. Она толстая. Вот. Я даже, честно говоря, не знаю, сколько у меня страниц. Так. Ну-ка. Чисто ради эксперимента. Ой. 1115 страниц. Да, и, кстати, здесь есть ссылка на новую книгу, которая у меня тоже есть. Вот. В общем, вот такая вот книжка «Под куполом». Буду её читать, наверное, мне на весь следующий год. Ну, хотя нет, наверное, где-то месяца за три я её прочла. Учитывая толщину. Буду читать. Впечатления расскажу, естественно, в обзоре на прочтённое. И, собственно, вот новая книга 2016 года. Я взяла на неё обзор. Ничего не могу сказать. Не знаю, что это за книгой. Не знаю даже сюжета. И вообще, как бы, купила её по большей части просто потому, что увидела, что... Увидела обзор у девушки-блогера, что у Стивины Кинга новая книга. И я даже не помню, о чём она говорила, о чём эта книга. Здесь есть, в принципе, описание сзади. Но я особо не вчитывалась, потому что не люблю заранее знать весь сюжет. Так что почитаю. Опять же, увидите в обзоре. Так. Опять же, книга по уборке. Вот. Кстати говоря, вот эта книга, она... Ну, сейчас отвлекусь от, собственно, автора. Я напомню, что все книги я заказывала в интернет-магазине Лабиринт. Книга, она не гладкая. Она такая, знаете, как будто бархатистая. И когда я её развернула из упаковочного материала, я обнаружила, что книга вся очень грязная. Ну, на видео не видно. И потом я её немножко обтёрла. То есть она вся в каких-то затёртостях, в таких грязных, будто валялась на полу. Вот в том виде, в каком она сейчас есть. То есть... По мне, так, все книги, каждая книга, если она приходит от издательства, да, в какой-то магазин, не важно, даже если это интернет-магазин, каждая книга должна быть упакована. Ну, ладно, если не каждая, то хотя бы там каждые десять книг, они сложены топкой и упакованы единой плёнкой. Но как-то, не знаю, относиться к этому настолько безалазерно и холастно, да, бросая книгу на пол, на грязный, который вряд ли моют, наверное. Ну, в общем, я была разочарована тем, что... Вообще я разочарована много, чем в связи с покупкой в этом магазине. Но это я вам чуть попозже расскажу, в конце видео. Вот это разочарование было в том, что книга грязная. Вот, давайте дальше прочитать. Пойдём дальше и не будем останавливаться на грустном. Итак, книга, я думаю, что многие её узнают. Это книга Мари Конда. Я подсела на организацию и хранение вещей, на какую-то правильную уборку, пытаясь для себя что-то тоже привнести в жизнь такого плана. И много разных книг. Кстати, вот эта вот «Идеальная хозяйка» тоже я как бы из-за этого взяла. Много разных книг прочитала, и многие ссылаются именно на Мари Конда. И я решила начать с первоисточника, поэтому взяла её книгу, почитаю. Тоже расскажу в обзоре. Затем я взяла две книги Анны Быковой. Ну, они такого плана для мамочек. Я пока не мамочка, но я думаю, что в будущем мне пригодится. А если бы я брала их в будущем, вдруг бы таких книг не было. Поэтому я не вижу как бы особого, да, какого-то, какой-то неправильности в том, что у меня нет детей, но я беру книги, связанные с детьми. В этом ничего такого, я считаю, нету, потому что, в принципе, они могут пригодиться сами по себе, и в будущем, когда будут дети, они, естественно, ещё больше пригодятся. Поэтому, как бы, надо ловить рыбу, пока есть такая возможность. Вот. И первая книга, вот такая, я думаю, тоже многие её видели. Мой ребёнок с удовольствием уходит в детский сад. Пока ничего сказать не могу. Может быть, будет в обзоре, может быть, я буду читать её более позже, чем все остальные. И вторая книга, вот такая вот, «Самостоятельный ребёнок или как стать ленивой мамой». Вот. И здесь прямо написано «Российская методика воспитания». Ну, опять же, скажу, что эти книги увидела у Ирочки Соколых, и поэтому решила, ну, я ознакомилась с ними на сайте, и потом в итоге выбрала, и решила, что я их возьму. Так. Также давайте с книгами тогда закончим. Поскольку у меня был большой заказ, такой вместительный, мне подарили две книги. Как было, в подарок. Ну, как подарили, то есть мне сказали, что на определённую сумму мне нужно выбрать две книги. Вот. И из того, что было предложено, я выбрала. Значит, вот такая вот Крис Картер «Распинатель». Понятия не имею, что это, кто это за автор, вроде как современная какая-то. Это остросюжетный роман. Вот. Ну, мне понравилось описание, понравились комментарии, и, в принципе, название такое многозначительное. увидите в обзоре. Ну, в смысле, когда буду обзорно-прочитанное снимать, тогда и расскажу о ней. И вторая книга, вот такая вот, «Убить манипулятора». «Или как не позволить другим распоряжаться вашей жизнью». Ну, это что-то психологическое такое просто. Ну, это самое нормальное из-за того, что там было предложено, поскольку я не люблю всякие такие фантастические книги, типа там вот «Властелин колец» и такого плана. Читать я не очень это люблю. Посмотреть можно, читать не очень. И поэтому из всего предложенного я вот выбрала две книги, и вот эта вот такая тоже буду читать. И обязательно расскажу, что же там было интересного. «Да». 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 Продолжение следует...